Добрый вечер! Вы смотрите Телемикс Новости в студии Ирины Мигунова. Сегодня в выпуске. Народный контроль. Общественные наблюдатели проверили качество работ в 25 и 130 школах. Мечты сбываются. Соцконтракт позволил жительнице Уссуриска открыть свое дело. Лечение рака. Более 160 методов борьбы с онкологией применяется в Уссуриске. Новости с ВЭФа. Россия и Китай обсудили текущее и будущее сотрудничество. Инвестиции в яйца. Уссуриская птицефабрика увеличит производство на треть. Квиз для светлячков. 50 команд из школ округа выясняли, кто лучше знает свой край. Народные контролеры посетили 130 и 25 школы. Общественные наблюдатели проверили качество ремонтных работ и новых объектов, которые построили за это лето. По обоим адресам подрядчики уже должны были закончить работы. Успели ли и насколько качественно, узнаете в нашем сюжете. На территории входной секции 130 школы закончился ремонт междуэтажного перекрытия. Общественные наблюдатели ранее приезжали на объект на этапе строительства. Однако народные контролеры не ожидали, что реконструкция пола и потолка будет сделана настолько быстро и качественно. Подрядчик выполнил план на две недели раньше срока. На первом этаже сделали монтаж двутавровой балки, заменили брус вдоль всего яруса и усилили опоры за счет установки столбов. Также специалисты закрепили металлокаркас, обшили потолок ГВЛом и покрасили. На втором этаже строители выровняли основание пола и устелили покрытие. У народной комиссии нареканий к подрядчику не возникло. Подрядчик охвалил и выполнил дополнительные работы, за что, конечно же, директор школы отдельная благодарность ему. Далее общественные наблюдатели посетили территорию 25-й школы. Проверили, как были выполнены работы по строительству универсальной спортивной площадки. Баскетбольные кольца, ворота для футбола и почти 220 квадратов резинового покрытия. На участке специалисты установили металлическое ограждение, которое должны обшить сеткой. Однако у мастеров возникла проблема с качеством материала. Поэтому сроки сдачи объекта затянулись. Также по проекте была сетка типа рабицы толщиной 2 мм. Что такое 2 мм? Она очень тонкая. Мы согласовали с директором школы и с администрацией и покупали 4-мм сварная сетка, что установить. Заказали в заводе, но завод немножко затянул. С начала лета под пристальным вниманием общественных наблюдателей находится площадка воркаут-комплекса. Некоторые замечания подрядчик устранил. Однако к качеству малых архитектурных форм возникли вопросы. Мне кажется, вот это очень непрактично. Воркаут-зона, к ней есть претензии. Подрядчик сразу повел себя неправильно. Уже два раза перекладывал асфальт. Два раза переделывал воркаут-зону. И на сегодня стройконтроль категоричен. Приемка не будет. Почему? Потому что все выполнено сам отдельно. Где-то в гараже на коленке. И покрашено, соответственно, так же, как и было сделано. Воркаут-комплекс 25-й школы наблюдатели и стройконтроль снова не приняли. Подрядчик навстречу не пришел. И если представитель не исправит замечания, не получит деньги. А комиссия, в свою очередь, продолжит отслеживать изменения на этом объекте и других территориях округа. Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс. Воплотить в жизнь мечту, быть воспитателем и при этом работать самой на себя. Это удалось жительнице Уссурийска Феодосии Куруц с помощью социального контракта. Благодаря господдержке женщина открыла детский развивающий центр. А теперь еще и участвует в акции «Добра» и проводит занятия с малышами, чьи родители сейчас на СВО. В спокойной обстановке мама Надежда с сыном Артуром готовятся к занятию. Рассматривают фигурки, развивающие игрушки и книжки. Рядом хлопочет Феодосия Куруц. В прошлом. Работала воспитателем в частных детских садах. Однажды узнала о такой государственной поддержке, как социальный контракт. И решила попробовать. Подала документы, прошла тестирование, подготовила бизнес-план. Соцконтракт позволил мне осуществить свою мечту. Я мечтала работать на себя. Сейчас я самозанятая, я очень рада этому. После защиты бизнес-плана не прошло и месяца, как на руках была господдержка в размере 350 тысяч рублей. На эти деньги Феодосия приобрела необходимую технику и начала заниматься любимым делом – развитием малышей. Феодосия Куруц – не единственная в Уссурийском округе, кто в этом году заключил социальный контракт. Такой мерой господдержки воспользовались уже почти 70 человек. Социальный контракт может быть заключен по четырем направлениям. Это поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, ведение личного подсобного хозяйства и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданинам в трудной жизненной ситуации. Последним направлением, например, могут воспользоваться инвалиды первой и второй групп, у которых есть на иждивении несовершеннолетние, или мать-одиночка с двумя и более детьми. В целом же, соцконтракт заключают с малоимущими семьями или людьми, чей доход не превышает прожиточный минимум. В этом году 18 380 рублей в месяц на человека. Государственная социальная помощь на основании социального контракта – это превосходная помощь, вид помощи, которая может помочь реализовать свои мечты, планы, свое улучшить качество жизни и материальное положение. Давай, делай. Давай, солнышко. Давай, молодец. С той стороны подмельчика. Получив помощь от государства, Феодосия Куц и сама теперь готова помогать. Участвует в акции «Добра», к которой присоединяются все больше предпринимателей округа с социальным контрактом. В свой детский развивающий центр – успешный старт. Владелица приглашает многодетных матерей, чьи мужья сейчас находятся в зоне СВО. На бесплатные занятия здесь ждут по четвергам с 11.10 до 12 часов. Виктория Калинина, Роман Адонин, Телемикс. Рак лечится. Обследование на современном оборудовании и более 160 методов борьбы с онкологическими заболеваниями ежедневно применяется во второй поликлинике Уссуриска. Наша съемочная группа побывала в отделении и узнала, в каких условиях пациенты проходят терапию. На этих стенах ярко-желтого цвета. Вместо стендов с информацией об онкологии висят картины талантливых пациентов. В Уссуриской поликлинике номер два. Жители округа могут пройти обследование и получить лечение в уютной обстановке. Мы гордимся своим отделением. Пациенты у нас тоже довольны. А это процедурный кабинет, где пациенты проходят химиотерапию. В светлой палате кондиционеры, кровати и специальные кресла для тех, кому трудно лежать. Здесь применяют различные формы введения препарата. Это современные инфузоматы, капельницы и таблетки. Также у больных есть возможность лечиться в присутствии близких. Потому что пациенту нужна помощь. Иногда спокойнее, если рядом родной человек. Лекарства от рака токсичны, потому для разведения препаратов в процедурном кабинете есть специальный вытяжной шкаф. Оборудование не даёт опасным парам распространяться в помещении. После прохождения химиотерапии в онкологическом отделении 2-й поликлиники у пациентов есть возможность получить вспомогательное лечение. «Приносили на руках, а уже после двух-трех курсов они приходят сами. Это у нас такая радость. Я говорю, «Здравствуйте, вы сегодня сами». Для диагностики рака сюда закупили самое современное и дорогостоящее оборудование. Например, аппарат УЗИ, под контролем которого проводится самый эффективный метод анализа в онкологии – биопсия. «Только в этом году более 400 различных видов биопсии, 150 молочной железы, около 200 лимфатические узлы. Также мы берём биопсию щитовидной железы». Пациенты нередко обращаются за медицинской помощью уже на третьей или даже четвёртой стадиях, когда прогноз неутешителен. Потому ранняя диагностика важна. «Если вы похудели за месяц на 5 и более килограмм, если у вас появился кашель с кровью, такое чувство, когда, как пациенты мне говорят, мне плохо, но не знаю что, появилась резкая одышка, обратитесь для начала хотя бы к врачу-терапевту». В Уссурийском округе онкологические заболевания выявлены у трёх тысяч жителей. В поликлинике номер два разработано более 160 методов лечения недуга. Всё, что нужно, это обратиться в отделение на третьем этаже, сдать анализы и пройти обследование. Виктория Калинина, Диана Мазур, Роман Адонин, Телемикс. Сотрудничество России и Китая обсудили на Восточном экономическом форуме. Дипломаты с обеих сторон озвучили успехи в налаживании отношений между странами и наметили общие планы. Подробности далее. 220 миллиардов долларов столько составил объём торговли России и Китая в прошлом году. Это треть от общего внешнеторгового оборота нашей страны. Цифру озвучили в рамках ВЭФ на заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству Комитета дружбы, мира и развития. Причём для Приморья соседняя республика оказалась одним из главных деловых партнёров. Подобные результаты отметила и китайская сторона. В прошлом году в 27 провинциях и городах Китая наблюдался значительный товарооборот и его рост с Россией. Так, в провинциях Шаньдун, Хэйлундзян, Джэдзян и Гуандун, а также в Пекине объём торговли с Россией превысил 20 миллиардов долларов. А во внутренней Монголии, в провинциях Дзилинь и Ляонин, этот рост преодолел отметку 40%. Китай и Россия – это крупнейшие соседи друг для друга, обладающие уникальными географическими преимуществами и огромным потенциалом для взаимодополняющего сотрудничества. И Приморья готова к этому тандему. Например, в рамках режимов свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития. Китайские компании могут заняться выпуском автомобилей и спецтехники, изготовлением запчастей, созданием сервисных центров по обслуживанию техники. А в области сельского хозяйства уже есть удачный опыт. Компания успешно выращивает в Тор Михайловске сою и кукурузу, занимается их переработкой. Кроме этого, реализует проект по строительству агропарка в бухте Суходол и порта для перевалки зерна. В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Всё это время страны стабильно сотрудничают на высоком уровне. Сейчас в силе 165 побратимских соглашений между провинциями, областями, городами. За прошедшие полтора года российские регионы провели более тысячи международных мероприятий с участием китайской стороны в торгово-экономической, культурной, спортивной, образовательных сферах, в области детских, молодёжных обменов, официальными и бизнес-делегациями. Наиболее активную работу проводят провинции северо-востока Китая Хэйлудзян, Зелинь, Ляонин, а также Гуандун. Этот и следующие годы объявлены перекрёстными годами культуры. Так решили президент России и председатель Китайской народной республики. Страны обмениваются творческими делегациями, знакомят своих жителей с искусством соседей. Благодаря в том числе безвизовому режиму для туристов и запуску рейсов между Владивостоком и Харбином, Пекином, Даляне. На заседании обсудили возможность открытия новых регулярных авиалиний ещё и в Мудадзян, Шанхай и Гонконг. Это станет стимулом для развития деловых связей с южными провинциями Китая. Валерия Адар, Виктория Калинина, Телемикс. На треть увеличат производство яиц в Приморье в планах модернизировать уссурийскую птицефабрику. Соглашение о новом инвестиционном проекте подписали на 9-м Восточном экономическом форуме. Трехстороннее соглашение о намерении реализации инвестиционного проекта по строительству птицефабрического комплекса и расширению действующего производства. Исторический момент для уссурийской птицефабрики. Через пару мгновений гендиректор предприятия, зампредседателя правительства и директор приморского филиала Россельхозбанка поставят свои подписи в важном документе. Итогом должен стать новый птицеводческий комплекс, который увеличит количество продукции. Это ключевой, наш основной производитель яйца, куриного в Приморском крае. Сегодня мощность предприятия порядка 180 миллионов яиц в год. И благодаря этому проекту она увеличится до 280 миллионов. Это проект небыстрый, он потребует несколько лет. И в случае, если с 2025 года, как мы ориентируемся, будет предоставлен Россельхозбанком, наша третья сторона соглашения кредит, то с 2028 года начнется увеличение производства яйца. Напомним, ВЭФ проходит под лозунгом «Дальний Восток-2030». Объединим усилия, создавая возможности. На полях форума планируют заключить более 30 важных соглашений в сферах логистики, сельского хозяйства, энергетики, туризма, образования. 50 команд из разных школ округа выясняли, кто лучше знает свой край. Первый день соревнований уссурийских семейных игр для категории «Светлячки» начался с квиза «Моя страна». Работали сразу три площадки. Посмотреть и поболеть за самых юных участников отправилась и наша съемочная группа. Стартовали соревнования в первых уссурийских семейных играх для категории «Светлячки». Интеллектуальный квиз стал первым испытанием на пути к победе и заставил пошевелить мозгами. Участников собралось так много, что пришлось организовывать три точки для проведения состязаний. Дети из третьих-четвертых классов собрались в Корейском культурном центре, 25-й школе и в театре имени Комиссаржевской. Собираем школьников всех возрастов, играют в интеллектуальные викторины, воспитываем чувство патриотизма и узнаем их знания по истории России, Приморского края и нашего города в целом. Среди учеников прошел отборочный этап викторины «Моя страна». Нужно было показать хорошее знание географии, литературы и даже геральдики. Задания старались подобрать детям по силам, с упором на логику и широту кругозора. Подготовку к квизу провели солидную. Составляли, мы делали, то есть очень большое количество людей было задействовано, потому что мы проводим интеллектуальные игры, но постоянно стоим. И собирались, делали, проверяли, консультировались и с музеями, и с библиотеками, и с преподавателями сложно. Сами проходили школьную программу. Отметим, что организаторами первых семейных уссурийских игр стали администрация округа, управление культуры, организация «Родина», «Любовь, семья», Министерство культуры и архивного дела края, депутат Государственной думы России Александр Щербаков, депутат Законодательного собрания Приморья Александр Кирилюк. Высокий уровень этой интеллектуальной игры отметили и школьники, и учителя. Круто. Да. Да. Всё интересно. Мне понравилось. И детям, я смотрю, тоже понравилось. Организация вообще отличная. И, в общем, чаще бы такие игры проводить, потому что дети сплочаются, и видно, что они включены в игру. По итогам квизам десятка команд, которая показала самые высокие результаты, поборется за победу уже в молодёжном центре «Горизонт» 9 и 11 сентября. Так, например, из младшеклассников, которые соревновались на площадке театра Комиссаржевской, в финал прошли команды «Знамя» – представители школы номер 3 и «Умники» Сайгеева – из 6-й. Валерий Адар, Роман Адонин, Телемикс. Ну а пока это все новости, ещё больше информации в наших социальных сетях. А этим вечером с вами была Ирина Мигунова. Ещё увидимся.